Новости столицы в эфире. С вами Лориана Шимхалаева. Здравствуйте. Все заметные события Махачкалинской недели смотрите в нашем итоговом обзоре городских новостей. И вначале короткий анонс. Сильный президент, сильная Россия. Концерт-акция «В единстве наша сила» состоялся на центральной площади столицы республики. Штаб Дадаева. При администрации города заработал центр поддержки семей мобилизованных, который возглавил лично мэр. Открытый Дагестан. Туристический форум под таким названием прошел на неделе в Махачкале. Подробности расскажем в выпуске. Сильный президент, сильная Россия. В день рождения главы государства, которому 7 октября исполнилось 70 лет, в Махачкале прошла масштабная акция «В единстве наша сила». Для участия в мероприятии в столицу Дагестана прибыли представительные делегации со всех городов и районов республики. С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель региона Сергей Меликов. Добрый день, Дагестан! Ассалам алейкум! Добрый день, Махачкала! Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшний день действительно добрый. Добрый, потому что сегодня, как никогда, мы все вместе. Мы все в одной семье. Мы все за курс, который проводит сегодня наше государство, наша страна, наша великая Россия в составе ее и наш могучий Дагестан. Буквально два дня назад наш верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин окончательно утвердил присоединение к России новых территорий. Четырех областей. Две республики. Луганская и Донецкая. Запорожье и Херсонщина. Это не просто выбор людей. Это историческая справедливость. Буквально скоро мы будем отмечать годовщину битвы за Кавказ. Венцом которой стало освобождение Новороссии. На территории этих областей более 20 дагестанцев стали героями Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. И сегодня наши с вами земляки с достоинством и честью защищают рубежи теперь уже нашего Отечества на этих территориях. Выступавшие были едины в одном. Защита интересов страны – священный долг каждого патриота. А дагестанцы не раз доказывали свою преданность отчизне в самые тяжелые времена. И сейчас, когда страна переживает нелегкий период, всем здоровым силам общества надо объединиться вокруг национального лидера страны. Сегодня мы говорим о поддержке всех тех, кто сейчас находится в боевых действиях, защищает свою родину и защищает интересы нашей родины. За каждым подвигом, за каждым героическим поступком стоят обычные ребята, которые любят свою страну, потому что Россия – великая страна. И очень важно, что сегодня здесь мы все вместе едины за нашу страну, за нашего президента, за правду, потому что сила в правде. Старики рвутся в бой. 82-летний махачкалинец обратился в военный комиссариат с просьбой мобилизовать его для участия в специальной военной операции. Магомед Курбанов родился в 1940 году. Его отец был участником Великой Отечественной войны. По словам Курбанова, ни один мужчина не имеет права пытаться уклониться от зова родины. В военном комиссариате поблагодарили активиста за яркий призыв и посоветовали молодым поучиться мужеству у Аксакала, но в мобилизации отказали. Нам нужно защитить всеми силами, всеми усилищами сегодня, что некогда бунтует, что не хотят. Около моего комарта мы собрались, бунтует. Я интернеты видел, соцработница пришла, показала это. Я потом, после этого, я сел и написал заявление, и решил, все, уже конец, больше я не должен уже защищаться. Я не хочу себя наблюдать, как гибнут. Мои погибли, двое моих близких погибли. Согласно требованию руководителя документа, эти котелы граждан мы не можем сейчас отправлять, потому что у него возраст за 60 лет. Отметим, что ежедневно все больше горожан прибывает в военкоматы добровольно, не дожидаясь повестки. Я пришел сюда добровольно, естественно, потому что понимаю, что родина – это родина, ее надо защищать. Если мы туда не пойдем, они к нам придут. Кому повестки приходят, пусть не боятся. Они же мужики, как-никак. А если они трусы, пусть сидят тогда. Городской штаб по поддержке семей мобилизованных махачкалинцев создан по поручению Салмана Дадаева. Работу штаба, который будет взаимодействовать и помогать семьям, чьи родственники были отправлены на СВО, мэр возглавил лично. К процессу привлекут все службы и структурные подразделения администрации, а также сотрудников Министерства труда и социального развития. По словам Дадаева, для каждого отдельного случая будут разработаны свои конкретные меры помощи. Мы вам сейчас дадим всем телефон. Если какая-то необходимость возникает, в обязательном порядке выходите в одну, ваши родственники по этому телефону выходят на связь. И пока вы там, заботу о ваших семьях мы берем на себя. Я конкретно беру на себя. Если какие-то вопросы по обеспечению, по выплатам, по образованию и так далее, это мы оперативно будем решать, что ваша голова не болит. Вплоть до того, что надо будет в больницу сама отпускать в вашу родственнику, в вашу семью. Телефон мы вам специально это дадим. Я лично туда захожу, контролирую, смотрю, какие обращения поступали, какая помощь необходима, что нужно сделать. И у нас в Махачкале никто стороне от этого не остался. Вот буквально сегодня ко мне пришел один наш махачкалинский бизнесмен. У него большая клиника. Те ребята, которые оттуда вернулись, какими-то там заболеваниями, контузиями или еще чем-то, он берет их полное обследование, медицинское обеспечение, реабилитацию на себя. В республиканском сборном пункте боевой настрой резервистов поднимали хореографические ансамбли Дома народного творчества столицы. Я же тебе говорю, я приду тебя провожать. Он тебе даст. Давай. Поддержать защитников Родины прибыл и Салман Дадаев. Бойцам вручили спальные мешки, берцы, термобелье и другие вещи, которые пригодятся на учебных полигонах и в ходе прохождения службы. Глава столицы республики вновь напомнил, что в Махачкале создан штаб по поддержке семей солдат, отправляющихся в зону специальной военной операции. На самом деле в жизни каждого мужчины может наступить такой момент, когда может возникнуть необходимость стать на защиту интереса своей Родины. То, что происходит сейчас на Украине, на самом деле это тот самый случай, к которому, наверное, мужчины готовят себя каждый всю свою жизнь. И перед вами сейчас стоит такая важная задача – остановить этого врага на дальних подступах. Многим из вас, наверное, тяжело уходить, понимая, что дома остаются какие-то нерешенные проблемы. Дома остаются дети, родители с какой-то неустроенной ситуацией, с нерешенными вопросами, которыми вы, как мужчины, в семье должны были заниматься. Пока вы выполняете задачи по защите Родины, мы здесь ваши семьи без опеки не оставим. В Махачкале продолжается сбор вещей, необходимых для военнослужащих, участвующих в СВО. Пункты сбора развернуты для удобства горожан по двум адресам – Малыгина, 39 и Исмаилова, 46 Г. В своем обращении горожанам Салман Дадаев еще раз напомнил, что любой желающий может присоединиться к акции и помочь защитникам Родины. Несмотря на то, что в Министерстве самообороны личный состав обеспечен полностью, есть товары первой необходимости, которые, на первый взгляд, нам казалось бы, что мы в быту их не замечаем, но тем не менее, учитывая то, что ребята находятся практически на линии фронтов, в полях, в землянках, и рядом нет ни трубопроводов, ни газопроводов, элементарные влажные салфетки, бутилированная вода, при необходимости консервы и такие товары, как прорезивные коврики, так как ребята находятся в землянках, чтобы влага не проступала. Наступает зима, и было бы неплохо позаботиться о наших ребятах и оказать им помощь спальными мешками. Бывает такое, что во время арт-обстрелов в блиндажах сыпется земля с потолков, поэтому неплохо было бы помочь укрытым материалам. Много таких товаров мы не замечаем, когда голова заболела, мы можем обратиться, повезти в аптеку, купить лекарства, а там шаговой доступности такого не бывает. Поэтому мы обращаемся к вам, если у вас есть желание присоединиться к нашей акции, то оказать помощь примерно теми товарами, которые я перечислил. На призыв мэра Махачкалы поддержать участников специальной военной операции откликнулись городские предприниматели. Так представители медицинского диагностического центра выразили готовность провести комплексное обследование, состояние здоровья и полный курс реабилитации солдат. Услуга будет доступна не только махачкалинцам, но и всем дагестанским военнослужащим, участникам специальной военной операции. Об этом Салман Дадаев договорился в ходе личной встречи с Газимагомедом Гаджиевым, председателем совета директоров «Астромед». Диагностический центр также направил большое количество медикаментов в городской пункт сбора посылок для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Для этого большое спасибо, что не просто сторонники остались о помощи, но еще и дополнительно с таким предложением вышли. Мы сейчас обязательно со всеми ребятами, которые у нас в Махачкале вернулись, составим список. У нас есть высокотехнологическая медицинская помощь, мы можем оказывать даже плода. Первому позвоночнику мы лечим. Оперируем. У нас все на уровне. Большое на самом деле спасибо. Личное вам спасибо. Всем учредителям. Лично Ибрагима Магомедовичу большая благодарность за то, что сторонник не остался и так вот основательно подошел. Ваш поступок, поступок Ибрагима Магомедовича, это на самом деле не просто за души истинного Дагестанта, это поступок истинного верующего, глубоко верующего человека, что Всевышний воздал вам и в этом и в этом мире за ту помощь, за ту саду, которую вы оказывали. Открытый Дагестан. Северокавказский туристический форум прошел в Махачкале на Центральной площади. В рамках мероприятия прошла выставка-ярмарка сувенирной продукции от лучших ремесленников Дагестана и мастер-классы по народным художественным промыслам. Свои работы представили мастера по обработке металла, кости, резьбы по дереву, гончарного производства керамики, ковроткачества, вязания, золотошвейного дела и оружейного искусства. В национальных подворьях угощали традиционными блюдами, танцевали и пели. Каждый субъект Северокавказского округа представлял свои туристические направления, культуру и локации. Фестиваль очень важен. Вообще для Северного Кавказа, в целом для всей России, так как сегодняшняя ситуация нас ограничивает, к сожалению, в некоторых поездках. И мы понимаем и видим благодаря таким фестивалям, что большой потенциал Кавказа в целом, как и в России, много представлено. Каждый район, каждый субъект представляет свои туристические направления. Они очень красивые, богатые. И такие фестивали позволяют полностью погрузиться и понять, что на Кавказе, в частности, можно отдыхать и нужно отдыхать. И есть где отдыхать. Сегодня городским центром туризма представлена Махачкала в двух стилях. В современном стиле и в стиле времен 90-х годов, где мы представили всю утварь того времени, а также современная Махачкала представляет собой экскурсии, которые предоставляет наш центр и которые можно приобрести у нас. Мы хотели этим показать, что Махачкала, в первую очередь, гостеприимная столица нашей республики, что в старые времена человек, то есть турист, который посетит наш город, мог спокойно постучаться в любой дом, и его угостят тем, что имеется в холодильнике. На неделе поздравления принимали представители самой благородной профессии. Во всем мире 5 октября отмечают День Учителя. Праздничные мероприятия по традиции прошли и в Махачкале. Поблагодарили своих наставников и ученики школы сада Ватан. Подробности в сюжете по тематханаповой. Теплые слова сегодня звучат в адрес людей, которые становятся нашими первыми наставниками. Исключением не стали и педагоги школы сада Ватан. Насыщенную поздравительную программу для них подготовили ученики. Национальные танцы, театральные сценки и исполнение нашида. А вы знаете, вот в ходу пишет стихи, она наша поэтесса. В этот день в центре внимания были все и недавно ступившие на непростую педагогическую стезю и заслуженные профессионалы, отличившимся вручили дипломы и медали. Звание «Почетный работник» в сфере образования Российской Федерации присвоено двум сотрудникам Ватана – Эльмири Айдекова и Аминат Магомедовой. Вы знаете, у меня сейчас шок. Шок приятный. Очень удивлена. Носить будете? Будем ли мы носить? Я его беречь буду. Сранить будете? Да, хранить буду. Поздравить учителей с профессиональным праздником пришли и почетные гости. Представители столичной мэрии, министерства религиозных организаций. Для чиновников была проведена экскурсия по школе. Гости остались впечатлены масштабами учебного учреждения и нестандартной методикой обучения и воспитания. Есть особенность, я вижу, заключается в том, чтобы вы, помимо организации образовательного процесса на основе образовательных стандартов, естественно, вносите элементы духовно-радственного воспитания. Именно в религиозном аспекте. Успешная комбинация светского и религиозного образования. Второй аспект, на который я хотел бы обратить ваше внимание, очень замечательно. Название вашей школы. Вот там, видите, как в переводе означает, что означает? Родина. Любить свою родину. Если вы будете любить свою родину, будете уметь дружить, вы уже в априори не можете быть плохими людьми. Во всех федеральных государственных образовательных стандартах вы активное участие принимаете. Мы уже это поняли. Боис Контингент, Дневник РУ и во всех этих процессах. Это говорит о том, что здесь, в этом учреждении, есть такая системная, сложная работа, и поэтому Всевышний дает те результаты, которые данные учреждения уже имеют. Та поддержка, которая должна быть от министерства, та поддержка, которая должна быть от управления, она однозначно будет, потому что именно в слаженном взаимодействии только, как говорится, может быть результат. Образовательное учреждение ВАТАН известно своим особенным подходом в обучении. Здесь внимание уделяется не только преподаванию дисциплин, но и воспитанию подрастающего поколения в духе нравственности и патриотизма. Мы очень ценим наших учителей, очень ценим вообще профессию учителя и наставника, потому что это человек, который взращивает истинно здоровую, духовно-нравственную, интеллектуальную душу и личность человека. А для здорового общества именно такие личности и нужны. То есть во всех отношениях и смыслах красивая личность составляет основу общества, основу здорового общества. И, конечно, мы хотели порадовать наших учителей, искренне поздравить от всей души, от всего сердца, пожелать творческого успеха, потенциала. Отметим, что на данный момент в школе обучаются более 900 учеников, а детский сад рассчитан на 300 мест. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Это все, чем запомнилась столичная неделя. На этом я с вами прощаюсь. Хороших выходных и до следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин